Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Живого ТВ» программа «Театр на изнанку». Я ее ведущая Каэля. Давайте я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это художник-постановщик и режиссер Ларис Бланк. Ларис, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы начинали свою деятельность как художник? Наверное, дети, мне кажется, живы к своей студии. Вам говорите ли им? Кому-то угодите. Хорошо. Я думаю, что это малоинтересно, потому что начинал, как и все, в детстве рисовал лошадей. Это было время войны. Поэтому рисовал, так сказать, солдатиков, лошадей, очень любил. И мама приносила книжки по искусству, книжки Горобаря. Горобарь был замечательный совершенно, представляете, и художник, и искусствовед. Я даже помню там эпиграф этих книг о Серове, о Левитане. Свободное искусство с колонной жизнью. Вот где-то вот такая ситуация. И мне это очень понравилось все. Кроме того, мама была художником. Ну, сейчас бы это назвали художником-модельером. Ну, раньше это так не называлось. Но, тем не менее, она создала Общесоюзный дом модели в Москве. И вот так же Союзный дом модели – это, в общем, ее работило. Как бы. И она работала потом и модельером там. И она хотела, чтобы я получил то, что она вынуждена была сама изучать. У нее всяких, так сказать, институтов. Чтобы я получил определенные знания об искусстве. А любовь к искусству у нее была всегда. Но она передалась мне. Да. Какой это из любимых художников? Любимых художников есть, будет. Это самое. Вот когда говорят, есть ли у вас самый великий художник, да? Самый крупный, самый любимый. Который, я вам скажу. Обычно говорят, так их много. Потому что прекрасных художников очень много. История созвала уйму. Но один был великий. Это Рембрандт. Других нет. То есть Рембрандт, вы пытались на него как-то, наверное, работать? Нет. Работаться на него бессмысленно. Просто чувствуй, что над тобой есть Господь и Рембрандт, который увидел Господа единственным из всех художников. И вот это чувство привело меня к тому, что я его просто, не просто полюбил, что я не могу его смотреть спокойно. Все остальное есть превосходные художники, прекрасные, очаровательные, талантливые, великие, крупные. Но гений по настоящему один не был бы. А любовь к театру, когда пришла в Вашу жизнь? Вы знаете, я поступил во ВГИК, когда окончил среднюю художественную школу, в которой я окончил с золотой медалью. В те времена нельзя было без золотой медали как-то двигаться, тем более, что моя биография, биография родителей, была достаточно уязвима для такого, так сказать, слишком беспечного прихода в высшее образование. Поэтому я окончил с золотой медалью, среднюю художественную школу имени Сурикова. И поступил во ВГИК. ВГИК был тогда, это 58-й год, ну, что можно сказать, самым популярным выступлением. Как ВГИК и как ни странно полиграфический. Потому что в те времена считалось, что это самые прогрессивные музыки. И там, в самом деле, были замечательные преподаватели. И Суриковский институт читался Ретроградским институтом. В те времена, как бы наш основной институт, выпускающий художников станковых, станковистов. И я поступил во ВГИК. ВГИК – это живое дело. Потому что это общение с актёрами, режиссёрами, операторами, сценаристами. Ну и наш художественный факультет – это живое дело. Это живое дело привело меня к любви, к драматургии. К тому, что я с ней сжился, сдружился. Что драматургия стала основой даже моих работ, когда я как бы пытаюсь делать так называемые независимые станковые работы. Всё равно драматургия меня поражает. И во ВГИКе меня потряс, безусловно, Бертольд Брехт. Там был Зигфир Тюн, студент из ГДФ. И он делал диплом карьеры от Туруи. И пригласил меня. И я, когда прочёл Брехта, ну правда, в переводе Эткинга, в замечательном переводе, я вдруг понял – это моя жизнь, это всё. И всё у меня перевернулось. И я захотел быть не только киношником, но я захотел работать с ним. Брехт меня потряс. Он до сих пор является моей путеводной звездой, не Чехов. Нет. Я только Брехт, Шекспир и Максим Горький. Три. А по-моему, совершенно… Вот всё, что лучше драматургии может быть всё особо. А Горько мы ещё поговорим попозже. А вот довелось поработать как режиссёру, как художника-постановщику в постановках по Шекспиру и по Брехту? Как художнику? Ну, конечно. Как художник я оформил очень много спектаклей. И по Чехову, и по Брехту, и по Шекспиру. И куча режиссёров, с которыми я работал, так сказать. Кстати говоря, которые мне дали очень много. Они меня привели к определенному директорскому опыту. И вот когда мне говорят, что вот мастер-класс… Для меня мастер-класс – это была работа с этими директорами. Были более талантливые, менее талантливые. Но все они были очень профессиональными. Все. Я не работал ни с одним, ни профессиональным директором. И они меня подвигнули на как бы дальнейшую ситуацию. Что касается драматургии в качестве художника, я работал над Чеховым и, в самом деле, над Брехтом. И самый первый мой спектакль был «Добрый человек из Сизуана». Сначала в Вахтангловском училище, в Чеховском, курс любимого, а потом его любимого в театре. С этого началась моя, собственно, театральная художественная деятельность. Хотя выпускался я как художник-классер. Поэтому, что касается дальнейшей ситуации, да, я, когда пришел в режиссуру, я понял и знал одно. Что бы ни было, плевать на деньги, ну, за копейку, но я должен снимать Брехтель, должен снимать Горького. Должен. Ничего с этим не подел. И должен снимать Шекспейн. Вот ситуация, к которой привели меня, вот, будет и сын непосредственно. Ну, и театр на Таганке, театр Любимова дал вам очень сценографический опыт. Конечно. Конечно. И вообще, я вам должен сказать, что работа с Любимовым, при всем, при том, что это непростой характер. Но, должен сказать, что я вот после Доброго Чайца и Сизуана, потом, у нас был большой перерыв, там был замечательный художник Боровский, замечательный художник, который с ним работал. Потом, ну, еще при Боровском, значит, мы стали делать новую адаптацию, как бы, Доброго Чайца и Сизуана. А уже потом Евгений Онегин, потом Мастер и Маргай, нет, простите, театральный роман. И Любимов, на мой взгляд, единственный по-настоящему театральный дюйсер. Работать с ним мне легко, потому что это мышление одно и то же, практически. Только единственное, что я более ленив, чем он, поэтому его как-то вот... А я распыляюсь, но для меня работать с Любимовым счастье абсолютно. И, кроме того, я в самом деле убежден, что это единственный по-настоящему театральный дюйсер в русском театре. Хотя бы потому, что для него каждый элемент сцены, стена, значит, софит, курицы, там, все, что угодно, это элемент театра. И он все это использует. Поэтому он может работать без всего, потому что все сценическое, оборудование театра, это уже театр. И это для него не самоцель. Это для него живой процесс любви и адаптации всего, что есть в театре. Мебель из гримерных, пожалуйста, мы с ним... Мне очень легко, очень легко. Не могу сказать, опять-таки, что это самый легкий характер человеческий. Нет. Но это единственный на сегодняшний день, на мой взгляд, единственный крупный театральный дюйсер. Потому что весь остальной театр. Есть много хороших спектаклей, да? Модных, хороших. Плохих, как и год. Но он все равно делится. Шоу, театр, да? Ортодоксальный театр. И так называемый... Ну и немножко извращенцы. Театр извращенцы. Нормальное дело. Извращенцев сейчас много. И в конечном итоге они тоже имеют право на высказывание правду. Мы же с вами, люди, свободны. Поэтому должны к этому относиться лояльнее. Дальше. А ваши работы в театре Росситской армии, в театре Масове, в Севременнике? Режиссеры, с которыми вы работали в этих театрах? Да, все замечали. Поверьте мне. Я ни про кого не могу сказать плохого слова. Хотя бы потому, что я с ним прекрасно работал. Мы находили, понимали, все. Это касается и Галя Волчок. Касается и, безусловно, Павла Хомского. Что вы еще там назвали? В Севременнике, в Краилете, это Российская армия? Да. В Российской армии... А! Замечательный... Ну, я уж не знаю, где этот перемерк был. Такой девушер Сагальчик. А потом в Петербурге был. Я уж не помню. Что и как. Дальше. Потому что я как-то потерял связь. Потом очень интересно был художественным руководителем. С ним было очень хорошо работать. Хотя я непосредственно не работал с ним. Но его присутствие как художественного руководителя было совершенно прекрасно. и там есть достаточно молодой еще режиссер Бадуллин. Очень милый и хороший, нежный человек. Я вам должен сказать, а Павел Хомский просто профессионал. Совершенно замечательный человек. Нет, все, с которыми я работал, люди, все замечательные. Когда-то был совершенно грандиозным. Он работал много в провинции, а я работал во всех целях нашей провинции. Я и за рубежом в провинции все. Омск, Томск, Вологда. С ума сойти. Пройти по всей русской провинции – это значит набраться некоего духа. Знаете, когда американская журналистка смотрела мой фильм «Грех по горькому», она сказала, что это единственный по-настоящему русский фильм, который я за 10 лет работы в России увидел. На что я мог ответить? Вы знаете, вы столько поработаете в качестве художника театрального по провинции и столько выпейте в Оцке, сколько я выпил. Поверьте мне, даже не такой гениальный человек, как я, может сделать настоящую русскую картину. Русская провинция театральная была совершенно крутой. Сейчас она, по всей видимости, изменилась, но сейчас я ей не бываю там практически. А тогда был. И поэтому я работал с очень многими юристами. Вот Игорь Южаков был одним из выдающихся погибших. Которого съедали во всех театрах. Которых он работал. За что не понимали? Они чувствовали в нём роман. Причём зрители ходили. Спектакли были грандиозные. Прекрессы всё съедали. Актёров не увольнял. В чём дело? Вот чувствовали чужой. Вот чужой. И они его съели. Это был один из самых выдающихся театральных режиссёров России. Ну вот поэтому я от них многому учился. И, безусловно, и у Галии Волчок, и, безусловно, и у Павла Холмского. И, безусловно, Юлия Любимова, потому что это свободный образец своего настоящего. Дальше. Расскажите про Ваши работы за рубежом. Вы знаете, за рубежом, значит, я оформлял спектакли в Чехословакии. Тогда ещё была в Чехословакии. с Клировос Ансимов. Очень известный. Он сейчас, по-моему, курс ведёт в МГИТИСе. Курс музыкального театра. Музыкальной комедии, может быть. Он был главным режиссёром театра опереты. Очень грамотный, очень культурный режиссёр. С ним я работал по опере Слонимского. Ой, как же это? А, портрет по Гоголю. Опере Слонимского. Очень интересный. Во-первых, в Чехословакии стали. «Болгария с мотылём». Есть такой очень известный, снявший несколько замечательных картин. Если бы я стал упоминать, какие – это было бы Порше. Значит, поэтому с ним Болгария. В ГДР, тогда это была ГДР, я работал с очень крепким режиссёром и очень хорошим, в общем, артистом Владимиром Андреевым. Ещё, вы знаете, где-то что… А потом мы делали совместные фильмы. Ну, как мы делали. Я был в качестве художника. Режиссёром были разные режиссёры. Ну, например, Эмиль Латян, Анна Павлова с ним. И вот мы работали. Мы снимали и в Англии, и в Америке, и во Франции, и в Германии. С Ермашовым. Молодой был такой режиссёр. Мы снимали тоже фантастические картины в Германии. Потом должны были сделать очень большой проект фантастические «Ледяные люди», по-моему, он так и был, что ли. Российско-американский, советско-американский, а потом российско-американский. Но он начинался, и, может, даже начали чего-то там строиться. Но потом как-то всё это рухнуло. Но в этом смысле поездил, чего-то посмотрел, кухни попробовал всяческие. Самое главное. Да, это всё самое главное. Самое приятное. Вы знаете, я иногда говорю, даже студентам иногда говорю, вы знаете, да, кстати говоря, очень много мне дал Гончаров. Был такой Андрей Александров, Гончаров, известный режиссёр, который работал, театр Мяковского. Он им проводил. Я с ним сделал несколько спектаклей, очень много дал. Он дал жёсткое ощущение, вот как вам сказать, приходит художник. Вот как я говорю студентам? Вот если вы художник, и вам предлагают спектакль, прежде всего заключайте договор. Без этого плохой признак будет. Господи, Господи. Поэтому, значит, дальше требуйте аванса. Потом пойдите в дешёвый ресторан. И выпейте водки, и поешьте вкусно. Идите домой, читайте на ночь пьесу, и ложитесь спать. И на утро будет и день. Она придёт. Потому что всё надо делать в удовольствие. Только нельзя делать, невозможно делать от необходимости. Это катасофический вариант. Если есть такая необходимость, превратите это тоже в удовольствие. Вот и всё. И дальше, дальше мой принцип работы. Приходишь к режиссёру, предлагаешь решение. Режиссёр говорит, замечательно, замечательно. Но знаешь, где-то это у кого-то было. Тут же говори быстро. Всё, отказываемся. Завтра будет друг года. Пойми, я им говорю, и сам я давно понял. Если ты работаешь в команде, ты должен, если ты предложишь гениальное решение, да? И режиссёра его примет, но оно будет ему всё равно чужое. Это плохо. Уж лучше среднее грамотное решение, которое он освоит. Поэтому я всегда пытаюсь на запах почувствовать, что близко режиссёра. Как? Это я уже придумал. Но всё-таки метод, который я, например, понял. Когда мне говорили, Андрей Александрович, значит так. Он говорит, ну что ты стараешься, ну всё равно нужно выбросить. Потом он всё начал заново. А так, а всё время было. Я говорю, нет, вы меня плохо знаете. Так что, и мы начинали работать. Сначала он всё принимает замечательно. Потом начинаются проблемы, сложности. Ну и эти проблемы, мастер-класс. Вот снимай, мастер-класс проводи. И эти проблемы ты начинаешь понимать, что всё не так просто. Дальше возникает другая ситуация. Я делал я уже построю, почти, мастер-класс. И вдруг я понял, что Андрей Александрович не терпит замкнутом пространства. Ему нужно чувствовать воздух сцены. И начать отдыхать. Это чисто психологическое качество. И я это понимаю. Из всех, в общем, художников, режиссёров, художников, я единственный человек, которому плевать на всё, потому что я велик сам по себе. Поэтому у меня нет привычек. Никогда. Мало того, что если я это привычно сделал, Господи, значит, уже что-то я выдыхаю. Вот. Вот я понял, что Андрей Александрович не сидит. И я чувствую, он терпеть не мог людей, которые ему не нравились, когда ему что-то не нравилось. И он мне говорил всё, в принципе, и те там бодисовки. Тут смотри, не смотрю. Я говорю, завпосту, слушай, выбей тут пять досок, здесь пять досок, а станет как бы остров, намёк. Я прихожу, говорю, Андрей Александрович, вот намёк только. Я подумал, что эти стены? А он ведь ничего не подсказывал, как что. Понимаете? Так же, как вот, вы знаете, я делал фильм «Дядешкин сон». Снимал его, кстати, на очень больных, да? И я делаю эскизы. И вы знаете, Достоевский, всё, вы знаете, страсти внутренние. Смотрю – пошло. И он смотрел пошло. И он говорил, Борис, я делаю ещё. Опять-таки. И он говорит – больно. Он был очень хороший человек, кстати, замечательный. и всё. Он делал, у него было замечательное ощущение, женить бы за ним. И он сказал Борис, «А ты вот неправильно постыкаешься. Сделай мне что-то такое эдакое». «Ирак». И они, поскольку это прямой эфир, да, я не могу говорить более мощностью. И я понял. Всё. Всё будет серо-черно-белым, только цветные костюмы. Это было, знаете, когда ещё никто так вот не делал. Это потом уже Антонионе в Красной пустыне там чего-то выкрашивал. Мы приезжаем в город Волгу, ему это понравилось. 30 градусов мороза. Всё. Все дома надо перекрашивать в чёрно-серо-белый цвет. Счастье, что был маляр, который пил много. Он брал бутылку, забирался на вышку, выпивал эту бутылку. А внизу мы качали, а замерзала вот эта трубочка, через которую, как называется, стресска-то льётся. Это пистолетик-то. Значит, и туда корючая вода, потом переоделит. Он не сходил вниз, потому что если он сойдёт, то он упадёт. Вот, я же тоже сказал, только такие гении. Вот бывают, вот в России есть гении, вот они и есть. Потому что, а что бы я без него и был? Ничего. Он был уникальный, безотказный. Конечно, он был пьяный. А я многим не лучше. Просто у меня усваивается легче, у него хуже усваивалось. Вот это вот. Мы перекрасили Волгу. Короче говоря, это было решение. Вот. Вот это ситуация. И вот так возникает вообще решение, вещь поразительная. А что я перед этим-то говорил? Забыл. Как интересно рассказываете. Хорошо, но я пью. Ну, а вы-то трезвый человек. Говорите уже. Ну, начальник. Вот вы работали в драматические спектакли про художника. Нет, начальник. А что-то перед этим-то... А, провенчировал. Все, я вспомнил. Короче говоря, мы выбили все доски, поставили только осу, намек на декорацию. Я говорю, Андрей Александрович, по-моему, что-то гениальное. Он приходит, но вот это ж другое дело. Надо чувствовать себя. Надо его любить, каким бы он ни был. Ну, есть люди, которые вообще... Люди, которых любить невозможно, но это уже другой вопрос. Но, как правило, творческие люди настоящие, они всегда бывают... Пусть чудовищные, но если они творческие люди, они иногда будут прекрасны, роскошны, когда они радуются. И он порадовался, я думаю, что за делаем? Что за делаем? Какое счастье! Мало того, я чувствую, что она стала лучше этой декорации. тысячу раз лучше, легче, намеком, а не грубым выстраиванием вот этого, так сказать... Вообще, вы знаете, это такое счастье, вот, всё, когда это возникает. А когда я стал снимать фильмы, я для чего их стал снимать? Чтобы, во-первых, поставить тех драматургов, которые я глубоко обожаю. Но почему я их обожаю? Почему я стал снимать? Да потому что, если я смогу снимать, я смогу снимать. Я успокоился, пока не скажу обо всем, и не выложусь. я верю, что если это будет талантливо, то у меня будет сталь. Многие ко мне относятся не очень хорошо. Там есть, наверное, причины. Какие-то. многие, вы знаете, не может быть, я всегда думал, и струли бы свои страсти. но в жизни найдётся две тысячи людей в этой стране, которые бы вдруг не сказали бы о том, что это не важно. вот для этого, собственно, их я хочу. Я должен разумеяться. А так как я чайно безумные таланты, я знаю, не может быть, что я безумные таланты, но какрую святость, могу чистоту найдёшь в её стрите. Тебя могу понять я как мужчину, но возвысить девку до себя. Всему же есть предел, если ты её не тонешь, сошай, во всех секунд твою, во всех не все поймут, и кто, поверь, порубайте наши, едва мой тем предлога, тебя же предадут. Что тебе в моей печали, что ты ей считать морали, греть души, став плечу плоди, сон, так что ты по природе, если безгрешно, брос мне на камень, если б не отмыть и от века? Среди вас нет никого, кто бескорыстно предан мне, вряд ли кто будет ценить, кем я буду для вас на земле. ПЕСНЯ 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 Не удастся разъясть. Хоть у прижих есть, он и там, и здесь, и его обманутся. Я как будто в плену, я пытаюсь понять, где же я, здесь, и те, не я. Кто посмей судить, он нельзя изменить, И признаться нам, что вас нахуй не грам. Пусть сердцом, пусть молчит, Но все скажут в глаза, Ничего нас случить, Я смог все, что от них сказал. Эти руки зовут, этот год пленит, Как пленит я вода, вода. Я в сериале на том, расскажу я слова, Не могу даже высказать. Эти руки зовут, этот год пленит, Как пленит я вода, вода. Я в сериале на том, расскажу я слова, Не могу даже высказать. Эта сказка стала, Но мороз, как она, Я в сериале на том, расскажу я слова, Как опасна игра. Возвращаемся снова на волну живого ТВ. Не знаю, что у нас гостя художник-потановщик И режиссер Борис План. Смотри, ваши последние работы... Не бывает последней. Бывает очередная. Очередная работа по повестям ТВ. Какой это повести? Это не по повести, по повести ТВ. По мотивам ТВ. Это работа в театрике на актера. В общем, с молодыми актерами. И достаточно способная труппа оказалась. Я уже сказал, что горький для меня, Некий, так сказать, талисман в моей жизни. И я хочу и экранизировать на дне. Но, естественно, я понимаю, Что просто традиционная ситуация, Она и мне не интересна. Я все перенес. В период НЭП, новая экономическая политика, 1922 год. И назвал это русским шансоном. Вы знаете, что такое русский шансон сейчас? Это криминальные песни, да? Ну и так называемые жалостливо-слободские песни. Так вот, исходя из этого представления наших современников, Что такое русский шансон, Я и взял те песни, которые я сам истинно люблю. Это Шарабанова «Американка», это 20-х годов замечательные песни. Это «Кирпичики», это «Стаканчики граненые». Их Петр Лещенко пел, их Юрий Марквести пел. Их пели грандиозные исполнители. И я взял эти песни и ввел в канву спектакль. Их исполняет замечательный певец, замечательный Ирина Епифанова. И вы знаете, по-моему, все это слилось. Совершенно замечательный спектакль. И, по крайней мере, зритель не отпускает в финале, держит, так сказать, на аплодисментах очень долго и долго наших ребят. И я хочу это тоже сделать в кинематографической версии. И я хочу и надеюсь, что мне удастся снять три фильма под названием «Грех и великий нашим». Первый по мотивам Готовского старика, это 1905 год, он уже сделан этот фильм, готов давно уже. Дальше по мотивам Зыковых, «Грех второй», это 1916 год, перед революцией. И 1922 год, это почти как сегодняшний день, это на дне грехи наши. Я хочу эту трилогию сделать. Для меня это некий смысл сегодняшнего существования. Надеюсь, что это будет так. Первый грех поставлен по третий старик, но сюжет немножко отличается. Нет, но это все равно мотивы. Невозможно делать это впрямую все. Это почти нереально. Меняется все, меняется собственное мое отношение к этому материалу. Поэтому я и, безусловно, мы со сценаристом все это, безусловно, чуть-чуть перекопали. И я очень благодарен продюсеру Ивану Соловову, режиссеру. Знаете, как говорил Маяковский, пароходный человек, так вот, Ваня, Иван замечательный продюсер, замечательный человек, очень крепкий, сильный режиссер. Я ему благодарен, что он идет на эти, так называемые, авантюры, по Горькину. Очень благодарен. И я Ваню не подведу. И он, кстати, и сам голосовал. Очень крепкий. Вот. Поэтому я вам должен сказать, что надеюсь, что мне удастся осуществить этот проект. Дальше. Как непрактически у вас трактовать? Вы знаете, как ни странно, трактовать-то очень просто. Это злодей, не злодей. Это там формально, да? Ну, приходят к хорошему человеку. Они когда-то бежали с каторги, да? Оба. Один попался, другой, так сказать, бежал. Старик попался, этот сбежал. Этот стал успешным. Новым русским, как сейчас говорят. И все бы хорошо. Но вот старик вышел и дал долги. Пытается. А какие долги пытается взять? Когда герой говорит старику, что ты от меня хочешь? Возьми деньги. Что мне твои деньги? Мне же это осталось недолго. Так что? Он говорит, ну, там долгом-то пришел. Он говорит, что ты отшел за одним долгом. Вот я за свое преступление расплатился. А ты нет. Да, говорит герой, но я же много хорошего сделал. Ты видишь, сколько людей кормятся. Я хочу. Нет. Так не должно быть. Совершим. Порис. Сначала расплачивайся. Пострадай. А потом делай добрые дела. И вы знаете, там грандиозно. Вы знаете, есть у нас такая поговорка. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, прощать не будешь. Нет. Легко это будет. Потому что всем кажется легко совершить большой грех. А потом раскаяться. А потом даже замолить его. Нет. Не будет так. Никогда. Никогда у нас ничего не получится. Пострадай. Без страдания ничего не будет. И у Горького это совершенно... Поэтому старик у меня... Да, жесткий. Он по-своему неприятный. Его грандиозно играет бодральщик. Грандиозно. Но все-таки есть простая вещь. Каждое преступление должно быть страданием и плачем. А потом добрыми делами замолено. Если это не так, хорошо, совершайте преступление. Пожалуйста, берите. Потом деньги у вас будут, все в порядке. Сделайте добрые дела, все в порядке. И все спишется. Нет. Не должно так быть. Вот поэтому что там говорить? Все у Горького написано. Просто я акцентирую те моменты, которые не были главными. То есть у Горького... Религиозная тематика? Нет. Нравственная. Там-то все и дело. Не люблю слова религиозной тематики. Надоело. Потому что вот вокруг нас одна религиозная тематика. Есть нравственная, порядочная, человеческая тематика, которая строится на христианской морали. Это правда. Вот это правда. Поэтому я думаю, что у Горького всегда... Вы знаете, чем больше его читаешь, и особенно пьесы, тем больше понимаешь, что у нас получится, а что никогда не получится. Пока мы этого не поймем. Вот и все. Поэтому пока они мне не дадут денег на следующего Горького и на еще следующего. Никогда у нас ничего толку не выйдет. А дадут, сделаю и выйдет. Горький, великий человек. Благодарю вас за то, что вы пришли сегодня с нами. Да, вас благодарю за то, что вы хоть как-то познакомили меня с аудиторией, которую я и не вижу, и не слышу, и пользуются даже, то есть прием и общение с ними у меня. Дорогие друзья, спасибо, что вы сегодня были с нами. И общайтесь примерно через час. В эфир выйдет конкурс «Стартап» и моя трансляция. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Через неделю на костях режиссер Вероника Котенькова. Субтитры создавал DimaTorzok